дорогие наши зрители не все же нам по италиям франциям европам кататься о том и меня уже многие тут начинают писать критиковать что вы такие странные пенсионеры из италии не вылазить и вылази мои дорогие если вы посмотрите то в италии мы бываем 5-10 дней в году а все остальное время мы живем конечно же в нашей любимой россии здесь такое потрясающее количество интересных мест сегодня мы отправляемся в очередное путешествие выходного дня москва таруса поленого бехова дракена что это за регион это река ака все эти населенные пункты находятся недалеко в принципе друг от друга чтобы вы имели представление ну кто не имеет представления я там нарисовал карту и даже таким эллипсом обвел этот район едем на два дня просто отдохнуть отвлечься развлечься эти места мы очень любим знаете вот вообще странные бывают люди я думаю вы таких встречали но я имею я обращаюсь к тем своим зрителям которые являются моими зрителями по-настоящему то есть мы с которым мы дышим одним воздухом вы меня поймете вот есть такие у меня знакомые у нас салой знакомые которые спрашивают ну к примеру вы куда едете мы говорим мы в тарусу так вы уже были в тарусе ну да были были уже не знаю раз пять может семь а чего туда опять едете ну или там про италию куда летите-то в италию летим странно вы же были прошлом году в италии ну да были ну вот есть такие люди и и что с ним поделать я даже не знаю что ответить то есть для меня это настолько непонятно ну попытаюсь сейчас ответе вот сейчас как раз у меня мозги заскрипели вращаются попытаюсь всем таким людям ответить ну попробую ответить с точки зрения их не философии эти люди как правило любят больше кушать чем путешествовать да вот давайте попробуем ответить с этой позиции например вы любите мороженое они скажут ну конечно любим если вы вчера ели мороженое почему вы сегодня опять едите мороженое да или вы там любите бестекс мы обожаем бестекс но вы же ели его в прошлом году почему прошлом году мы на прошлой неделе или бестекс а чего его опять готовить это ну не знаю вот насколько у меня получилось доходчиво объяснить эту философию философию нашей семьи и философию я думаю тех большинства зрителей которые меня смотрят если вы что-то любите ну почему бы не доставить себе маленькое удовольствие а мы это очень любим делать итак начинаем путешествие итак мы с вами в маленьком городке таруса калужская область на берегу реки ока чем этот город известен об этом городе я уже снимал по моему пару фильмов поэтому ну что ну все равно повторюсь потому что многие не видели мои предыдущие фильмы это старинный русский город город или городок как правильно сказать примерно около 40 километров от серпухова километров 70 от калуги имеет статус природно-архитектурного заповедника и внесен в перечень исторических городов россии мы сейчас с вами находимся в главном храме соборе города тарусы здесь шла служба и мы не планировали зайти в храм но колокольный звон нас привлёк мы заглянули сюда посмотрите и вы когда будете в городе таруса большая площадь стоит там дедушка ленин никому не мешает никто его не сносит вот приехали какие-то ребята приехали на каное и таких лодочках маленьких видно них путешествие по океане когда видел смотрел как они плывут по океане прямо обзавидовался квас продают представляете лимонад детская площадка чтобы вас сильно не напрягать я не пойду вместе с вами по музеям но тем не менее я покажу два основных музея который находится в городе таруса а вдруг кому это будет интересно первый музей конечно же посвящен цветаевой она здесь жила особенно в детстве очень любила этот город и мечтала быть похороненной в этом городе мы с вами скоро сходим к камню но который стоит на том месте где она мечтала быть похоронен но к сожалению она умерла на севере в городе по моему сейчас скажу елабога по моему город называется вот и могила принципе и осталось неизвестной не найдено и пол стулский все знают этого знаменитого русского писателя тоже здесь есть дом музея он долго здесь жил писал и очень любил этот город я вам просто рекомендую дорогие мои зрители если вы не любите музеи если вас это не привлекает а просто погулять по этому милому городку посидеть вот здесь на берегу реки ака тут потрясающие виды если есть возможность если есть деньги а много не надо порядка от 500 до там тысячи рублей можно сплавать на катере или на большом или на маленьком как вот этот катер он стоит туда обратно до поленова как правило от 1000 до 2000 рублей ну как договоритесь потому что это в общем-то частники возят и можно торговаться с ними или вот такой большой теплоходе который вы видите точно не помню но тоже там цена относительно там два вида теплоходе какой где-то порядка от 200 до 500 рублей там туда обратно это стоит красивая липовая роща много суда приезжает рыбаков порыбачить на берегу аки на самом красивом месте в городе таруса мимо которого вы не пройдете и обязательно здесь побываете стоит замечательный памятник марине цветаевой буквально в 100 метрах находится памятник белле ахмадулиной а еще пройдете метров 100 памятник паустовском очень добрый памятником он стоит со своей любимой собакой вдали вы видите церковь воскресения христова туда мы сейчас с вами отправляемся потому что внизу под по церкви находится камень марина цветаевой алла кошка всю жизнь мечтала быть экскурсоводом собрала где-то народ в тарусе говорит а не хотите ли мы проведем экскурсию они заволновались говорит хотим конечно и пошли вместе с нами алла кошка шла всю дорогу им рассказывала о местных достопримечательностях так мы и окупили нашу поездку а вот и видите памятник камень марине цветаевой марина цветаева оказалась когда в елабуге очень тосковала по любимой тарусе именно тогда она написала такие строчки я хотела бы лежать на тарусском хлыстовском кладбище под кустом бузины в одной из тех могил с серебряным голубем где растет самая красная и крупная в тех местах земляника но если это не избыточно если не только мне там не лежать но и кладбище того уж нет я бы хотела чтобы на одном из тех холмов поставили старусской каменоломник камень так она и получилось вот здесь на лавочке посидеть одно удовольствие посмотреть как пропорвают катера лодки как течет река ака а мы сейчас с вами вместе отправляемся по этой реке в поленово мы дорогие мои зрители отправляемся дальше в наше путешествие выходного дня погуляв по тарусе святое дело отправится музей-заповедник поленово великого русского художника василия дмитриевича поленова вы увидите сейчас какие там чудесные места если вы там до сих пор не были если вы живете в европейской части россии в москве в подмосковье я просто вас не пойму если вы туда хотя бы разочек не съездите сами не отвезете своих детей внуков потому что это чудесно а добраться туда можно тремя способами можно приехать сразу на машине а это на другой стороне аки это надо ехать на тулу и там указатели увидите второй способ если вы приехали в тарусу может добраться на большом таком катере теплоходе я вам показывал в начале фильма и вот на таких маленьких частных катерах тут уже как договоритесь вас и рыбаки отвезут и местные жители туда с удовольствием отвезут потому что живут здесь не богато и подработать лишнюю денежку на бензин и на покушать своей семье тут никто не откажется нас же отвезли абсолютно бесплатно потому что эти хозяева этих лодок тут же нас узнали с алой и сказали ну такому почетному гостю тарусы как владимиру коту и али кошки мы всегда рады нас посадили в два катера потому что мало нам показалось одного и мы отправились в путешествие по океане это настолько здорово настолько захватывающе просто задыхаешься этим чудесным воздухом мало кошка вообще пищит от восторга когда так едет и когда ветер просто залетает во все твои поры это так классно так здорово несмотря ни на какую погоду это великолепно очень вам рекомендую мы подъезжаем к поленовое ехать здесь ну не знаю мы не засекали ну это очень быстро может быть пять ну максимум может быть 10 минут на таком быстром катере и мы прибываем на пляж поленово где кстати летом потрясающе можно искупаться потому что песочек чистая вода течение такое приятное ну что мы в поленово собираем свои вещи строимся как говорится и отправляемся в музей василия дмитриевича поленова который всегда ждет нас в гости мы вместе с вами прибыли в музей-заповедник василия поленова великого русского художника он проезжая как-то мимо ехал он по-моему в крым увидел эти места и влюбился в них у него появилась мечта построить здесь свое собственное имение в течение нескольких лет он выбирал землю и в конце концов купил это было раньше усадьба барок в районе села бьохова села бьохова до сих пор существует а барок сейчас вот и называется поленова наши времена художник прожил большую очень насыщенную жизнь только представьте он родился в 1844 году а умер в 1927 году сколько за это время в россии произошло всяких событий и революции первая мировая война он очень мечтал сделать музей для народа он писал но желание мое устроить музей осуществилось когда нам удалось соорудить на берегу аки дом приспособленный к размещению коллекций я несказанно радуюсь когда вижу когда приходят посетители разглядывают наши собрания приходят целые экскурсии из ближайших городов школ деревень крестьяне и крестьянки с детьми вы может быть такое не слышали никогда такой факт и для меня это было новостью оказывается в 1892 году поленовский музей стал первым в россии художественным музеем в деревне доступным самому широкому кругу посетителей и даже в смутные времена когда в россии еще не существовало охранных законов учреждений занимающихся музейными вопросами судьба хранила этот дом и даже после октябрьской революции в мае 1918 года это был первый музей в стране взятый под охрану государства а в 1924 году усадьба барок была предоставлена пожизненное пользование семье поленовых и кстати до сих пор эта усадьба не знала так скажем чужих рук в течение 120 лет семья поленовых никогда не расставалась с этим домом в настоящий момент директор музея является правнучка художника наталья федоровна полина посмотрите какие красивые пейзажи какие красивые приятные дорожки лес здесь очень уютно и нам это место очень нравится то есть сюда можно приезжать и летом и зимой и осенью и весной в музее заповедники поленова для нас представлял интерес не только сам заповедник парк где мы прогулялись с вами кстати там очень хороший музей мы не стали заходить в этот раз мы не первый раз уже заповедники музей заповедники полена очень хороший музей если вам интересно творчество художника если вам интересно творчество конкретно художника василия поленова обязательно сходите в этот музей стоит недорого не помнишь сколько она там групп нет я не помню, но стоит недорого. Там групп очень мало пускают, поэтому нужно заранее эту... Не то, что мало пускают, просто не пускают в вольном гулянии, да, обязательно надо идти с группой, и это строго по времени, и надо, если у вас много времени, обязательно, конечно, сходите. А для меня, например, огромную радость доставляет в каждой нашей такой поездке эта прогулка пешком в Бехово, в деревню Бехово, где находится кладбище, где похоронена семья Поленовых, и сам художник Василий Поленов, и церковь, которую он построил. А посмотрите, как красиво, как замечательно здесь наблюдать движение кораблей, барж по реке Ака. Какая тут природа, здесь столько всяких цветов, птиц, столько всяких жужжалок. И улиток, улиток здесь было очень много, и они такие красивые. Ну ты забегаешь вперед, сейчас мы улитку найдем, покажем. Тут такая деревянная лестница, то есть, в общем-то, и для людей в возрасте, и для детишек будет большое удовольствие. А вот этот вот бугор, это просто нечто, здесь такая красота, здесь Алла, мне, когда мы здесь бываем, я сажусь на этот бугор, вот город, видите, Тарусы вдали. Вот Тарусы специально, насколько камера смогла приблизить, я приблизил. И, кстати, из Тарусы я вам показывал вид на эту церковь, сейчас мы к ней подойдем. И я не могу с этого бугра никогда Володю увезти. Он как сядет и смотрит на эти просторы. Это на самом деле очень красиво. Как бугор дурачков, то есть, я сажусь и как дурачок, и сижу, и смотрю, а вон Алла дурочка. Да, она тоже, что дурочка? Я просто веселюсь здесь, потому что я знаю, что я заберусь на этот бугор и увижу такую красоту. Настоящую русскую красоту. Церковь Святой Троицы в Бехово, куда мы сейчас с вами идем, он строил по просьбе крестьян. И для него это было огромной радостью, построить этот храм для крестьян и для себя. Он понимал, что церковь – это связующее звено, которое духовно объединяет все слои населения, и богатых, и бедных. И в начале 20 века он сам лично нарисовал проект этой церкви. Посмотрите, какая она красивая, какая оригинальная. Ну, по крайней мере, в Подмосковье ничего подобного я не видал. Говорят, что есть такие церкви, подобные, древние, старые церкви, где-то в Великом Новгороде. Вот что-то подобное. А это вот кладбище, где похоронены все Поленова. А это могила самого Василия Дмитриевича и его супруги. Ну что, идем дальше. Идем на наш любимый Бугор. Смотрите, какой интересный корабль плывет. Просто дом на воде. Представляете, вы сидите в этом домике с бокалом вина. Вау! И плывете по оке, да? Да. Да, шикарно. Это мечтает, это мечтает. Да, Алла, а мы с тобой плавали по морю. Ну, ну, а это по реке. По ближнему восту. По реке. Вот, кстати, дорогие наши зрители, скажите, пожалуйста, кто плавал в России по реке, напишите, пожалуйста, расскажите, как, каково это. Потому что очень-очень любопытно. Вот, Алла, как всегда, нашла свободные уши. Уши? Да. Поймала каких-то людей. По-моему, они иностранцы. Вот, какое чудовище плывет, смотрите. Это как будто из американского фильма ужасов. Это «Звездные войны». Тут же нашлась бутылочка вина. Вот. А ребята оказались, ну, по-русски они не понимают, может быть, немцы, может, французы. Ну, в общем, открылись хапшерки. Да, и открылись уши. И Алла им рассказала про Тарусу, про Поленово, про Бехово, про реку Оку, потом про реку Волгу, Все на русском. Но они хорошо все поняли. Нет, они вообще не понимают ничего. В общем, сидели мы хорошо. Да сидели хорошо, солнышко, тепло. Тут прибежала огромная-огромная собака. Ой, как я люблю больших собак. Больших обожаю. Доброе, хорошее. Нет, причем, я вам скажу по секрету, дорогие мои зрители. Алла очень боится собак. Сейчас, смотрите, что произошло. Иностранцы, я им сказал, что я елка. Кота Крусель. Да, кот Крусель. Я елка, и вокруг елки в России принято ходить кругом. Кругом, да. И они кивнули головой, говорят, ну, располагается, и начали ходить вокруг меня хоровод. Представляете? О, кот побежал. Так, подожди. А по нами собачка бежала. Собака, да. Так я вот не договорил. Это страшная тайна. Алла боится собак. Очень. И в то же время, когда прибежала такая огромная собака, она кинулась ее чесать за ухом. Ой, нет, ну, она очень хорошенькая была. Она хорошая. Она была, кстати, с ошейником. Чья-то, но мы так и не поняли, чья. Вот, видишь, как ее глазит. Она посидела с нами на берегу, проводила нас. А это за нами и ей ткать. А, не за нами. Это еще другой, да, будет. Вот. И вот так вот лежала рядом с нами. А вот Алла нашла огромную. Посмотрите, какая размером. Это не фотошоп, это же видео. Посмотрите. У нас, знаете, есть подозрение, что вот эти вот иностранцы, они приехали в Россию разыскать вот эти вот вкусные ракушки. Французские улитки. Да, улитки. Наверное, это французы. Слушай, а мы их охоту им обломали. Потому что они были очень грустные. Вот так вот. Вот так вот. Смотри, какой грустный. Грустный сидит. Грустный. У них полный рюкзак, наверное, этих улиток был. А посмотрите, какая красота, какое удовольствие. Вот так с ветром, со свистом. В такую погоду солнышко выглянуло. По Оке. Так не обязательно по Оке. По Амуру, по Волге, по Аби. Дорогие наши зрители, путешествуйте, наслаждайтесь Россией. Это невероятно красивая страна. Такого многообразия, как в России, нет нигде в мире. Даже в нашей любимой Италии. В Италии есть все. Даже Колизей. Но реки Оки, Тарусы, у них нету. Здесь очень душевно. Нам здесь всегда нравится. В любое время года. Пляж Поленова, кто, кстати, летом поедет, рекомендуем приехать в Поленово. Здесь можно искупаться. Пляж песчаный, вода чистенькая. Ну, мелковато, но ничего. Да ладно, мелковато. Это мне мелковато. Мне двухметровому, трехметровому мелковато. А тебе это мелко, это метр десять ростом. Ой, ой, ой. Что это такое? Метр пятнадцать. Извини, извини, да, да. Тебе было нормально. Тебе постоянно... Принижаешь меня. Постоянно тебя сдувало, тебя сдувало течением. Постоянно сдувало тебя. Я тебя ловил. Ой. Хорошо, что у тебя купальник крепкий. Так уплыла бы по этой... По океане. И вот мы, дорогие наши зрители, приближаемся к конечной точке сегодня, вот в этом данном фильме, городе Таруса. Великолепном старому романтическому городу, где жили художники, писатели, поэты, где вообще просто душевно, где можно почувствовать душу русского человека, где можно походить с Томиком, например, Марина Цветаева, да, и почитать стихи, почитать повести Полцовского, да, посмотреть картины Поленова, который прожил здесь долгую. И счастливую жизнь. И счастливую жизнь. Восемьдесят четыре года. Восемьдесят три года. Вот что значит природа. Да, вы можете представить, восемьдесят три года, в те времена, когда средняя продолжительность жизни у людей была 40-45 лет. Он восемьдесят три года прожил. Хорошие здесь места. Благословенные места. А вы, наши дорогие зрители, не уходите далеко, потому что наше путешествие по Приокскому, по Приокской русской земле продолжается, у нас будет еще много интересного, непобытого. Вот так. Дорогие наши зрители, выходные дни, это, как правило, два дня, иногда три, четыре. Ну, то есть, речь подошла к тому, что надо где-то переночевать эту ночь. Можно, конечно, было вернуться домой в Москву, невелика беда, там сто километров в небольшой крюк. Это, как говорится, два часа, и вы дома. Ну, а еще приятней переночевать где-нибудь, сменить обстановку, получить удовольствие от новых мест. Мы очень любим во время путешествий менять наши гостиницы, отели. и не любим, когда приходится, например, 10 дней в одном отеле. Ну, это скучно. Если у тебя есть возможность путешествовать, так путешествовать на всю катушку надо. Мы остановились в отеле недалеко от Тарусы, буквально 2-3 километра от города. Отель меня не уполномачивал называть его имя, или давать ему рекламу и так далее. Поэтому, ну, давайте договоримся так. Я не буду его рекламировать, именно отель, как административную, да, какую-то там юридическую единицу. Ну, с удовольствием дам рекламу отелю, как красивой территории, как потрясающе интересному месту, как кусочку природы Тарусы. И в конце концов, этот отель делали люди, они приложили свои усилия. И не надо об этом забывать, и надо отдать им должное. О, как меня болтает, а. Смотрите, день тяжелый был. Я представил, что я на корабле, который в шторм. Вот наш номер. Это один из самых простых номеров в этом отеле. Отель, с нашей точки зрения, довольно-таки дорогой, ну, для России. Номер на двоих в сутки с питанием стоит примерно примерно 100 евро. В районе Таруса можно найти много отелей с ценой более низкой. Но в данной ситуации не мы выбирали, ничего тут такого, никакой страшной тайны не открою. Это подарок был наших детей, которые захотели, чтобы именно в этом отеле мы отдохнули. Ну, а подарку, как говорится, дареному коню зубы не проверяют, а вроде не смотрят. Вот вечером, когда солнышко зашло, и когда мы полные сил, впечатлений от этого дня придались тихому такому, знаете, русскому удовольствию. Купили пиво, кстати, в Тарусе сделали небольшой пивной заводик, там мы и купили пиво. Взяли рыбку и на балконе насладились разговорами и воспоминаниями о дне прошедшем. Ну что, наши дорогие зрители, отправляемся в прогулку по нашему отелю. Территория у отеля огромная, красивая, зеленая, с холмами, с оврагами, с ручейками, с извилистыми дорожками, с вековыми соснами, дубами, липами. Судя по постройкам, я понял, что здесь раньше на этой территории был или какой-то ведомственный там профсоюзный дом отдыха или скорее всего, наверное, пионерский лагерь. И постройки здесь такие довольно-таки пестрые, есть абсолютно современные, такие как в Швейцарии, в Австрии, да, красивые дома. Есть такие немножко неуклюжные, слегка переделанные, чувствуется, видно, наверное, с советских времен еще. не суть важная, потому что в принципе, общее мнение, как видите, вот посмотрите на меня, дурачка, вот общее мнение очень-очень хорошее, очень приятно. Вот всякие есть бани, видите, кедровая баня. Честно скажем, мы не попробовали, очень хотелось, но цена кусалась, и мы решили, что оставим до лучших времен. Мало ли, может быть, отель пригласит нас в гости, потому что, я думаю, что за такой чудесный фильм, который я делаю, можно не только на баню организовать, но и даже на батуте попрыгать. А вот и Алла Кошка тут же начала скакать. Вот как вы думали, думаете, что я, что я думаю, когда я смотрю на Аллу Кошку, вот такую вот дурочку с переулочкой. Ну, во-первых, я думаю, что как жалко, что я вешу 120 килограмм, потому что я тоже хотел там попрыгать. А мне сказали, что там, по-моему, до 60, что ли, или до 70 килограмм. Поэтому я на нее смотрел, конечно же, завидовал. Ну вот, Алла Кошка уже представила, что на высоко в горах, где натянут канат между Эльбрусом и Эверестом, и она там это самое проходит на вершине. Много одуванчиков, всяких ромашек и прочих-прочих цветов. Что мне понравилось, что вот эти вот одуванчики никто не состриг газонной косилкой. Знаете, иногда бывает какая-то мания, вот увидят эти одуванчики, вот быстрее, значит, работника с газонной косилкой, бжик, и нету одуванчика. Господи, такая прелесть, это такое детство. Я вспоминаю с этими одуванчиками, это так мило. Вот здесь такой пруд, ресторан, вот Алла там бегает, руками машет, ручеек течет, то есть, это не искусственный ручеек, то есть, вот что интересно, да, ну, что такое искусственный ручеек, то есть, стоит насос, и, как говорится, снизу перекачивает наверх, оттуда ручеек течет вниз, и так далее, круглый оборот. Нет, это настоящие ручейки природные, которые бегут вниз туда с горы, и там протекает река, по-моему, Таруса называется, река Таруса. Кстати, мы скоро туда пойдем, на эту речку, да, и я вам ее покажу. Она оказалась такой чудесной, и для меня абсолютно была неожиданность, что вот здесь, в средней полосе, ну, просто, можно сказать, настоящая горная речка. Это май месяц, все цветет, листочки настолько зеленые, настолько сочные, да, вот видите, река Таруса, вот по этой дорожке, мы скоро спустимся вниз с оврага, и увидим, какая чудо-чудная река, как будто мы где-то на горах Алтая находимся. Есть открытый бассейн, ну, было еще холодно, никто, конечно, не купался, но летом, сейчас, в такое время года, как я монтирую этот фильм, я думаю, вполне уже можно. Да, я даже вот в мае хотел искупаться, но просто мне показалось, что люди будут пальцем виска крутить, но на солнышке было уже там градуса 22, 23, в общем-то, вполне, вполне можно купаться. Я вообще, вспоминаю свои молодые годы, сколько раз я купался в водоемах, озерах, когда просто руками раздвигаешь лед, вот эту вот ледяную крошку и ныряешь. Было дело, было, да. Где мои 17 лет? Красота? Красота. Вот мы прогуливаясь по территории, нашли еще один ручей. И здесь, мы так поняли, будет, наверное, ресторан. В наш... Ну, когда мы здесь были, в наше время здесь ничего не было, ну, заглянув в окна, мы поняли, что там строят или там ремонтируют, может быть, капитальный ремонт какого-то ресторана. Недалеко еще один был ресторан, который нас сразу пригласили, мол, заходите, заглянули, но там никого не было. Вообще, это был такой, конечно, не сезон, время. Я думаю, что летом здесь не продохнуть, даже уверен, что, скорее всего, москвичи с ближайшего Патмосковья давно разведали, узнали про этот отель и приезжают сюда на большой срок. Очень много всяких мостиков. Чувствуется, что все сделано с большой любовью. Здесь вот находится бассейн, открытый и закрытый под крышей. Мы с вами туда обязательно сходим и расскажу я об этом спортивном комплексе, о Спас-Алоне. Алла-кошка с удовольствием ловила солнце и не только солнце, вот какой-то кошечек поймала. Смотреть, как она ее теребит, вот так же и меня она мучает. Она не спрашивает, хорошо, тебе плохо, поймала, зажала и давай чесать тебе за ухом. погода неоднократно менялась, то был ветер, вы видели, черные тучи, то вот так вот, как сейчас просто яркое-яркое солнце и голубое небо. И мы решили отправиться вниз с этого бугорка, на котором он располагается, ну или не знаю, не назовешь же, что это гора, правильно? Как это сказать? холм, с этого холма вниз шла дорожка и стоял указатель река Таруса. И нам было очень любопытно, что это за речка такая. И мы отправляемся вместе с вами, мои дорогие зрители, посмотреть на эту речушку. Что здорово, что дорожку не заасфальтировали, не уложили плиткой, а сделали максимально близкой, скажем так, для природы. там посыпали песочком, посыпали какой-то стружкой деревянной и даже сделали типа бордюров из дерева. Ну, я думаю, это точно лишнее, потому что это дерево, конечно, год-два и оно пропадает, к сожалению. Жалко человеческий труд. А вот посыпать песочком, гравием, дорожку, это здорово. Кстати, в Европе большинство дорожек сделано именно таким способом. Не асфальт, не плитка, не бетон. И вот речка Таруса. Посмотрите, у нее такое было мощное течение. Ну, возможно, что это потому, что весна, май месяц, может быть, летом она затихает и превращается в ручейок. Но сейчас выглядела как горная река. Здесь вполне можно было на Байдарке сделать сплав, и эта речка потом идет в реку Аку, где мы с вами уже плавали. женщина о чем-то своем говорили. У нее всегда есть какая-то тема для разговора. Посмотрите, какой лес напоминает практически сказку. А в сказке что должно быть, Алла? Русалка на ветве сидит. А что там дальше в сказке? И кот ученый все ходит по цепи кругом. По цепи кругом. То есть, понимаете, в сказке вот так он а тут у нас одна русалочка висит на ветвях. А нет. А вот и кот. А вот и кот. Ну, цепь просто не видно. Но кот есть. Самый настоящий. Шикарные деревья. Не знаю, как они называются. Ветлы или что это. Ну, просто потрясающе. Здесь можно снимать без всяких, как говорится, этих самых прибамбасов снимать просто сказочные фильмы. Возвращаемся обратно от речки Таруса. Идем в сторону нашего отеля. Здесь есть лавочки, на которых можно посидеть, подумать, отдохнуть. Алла, кошка тут, по-моему, целый час один раз просидела. Вы пошли все спать? Да. Отдыхать. А я пришла сюда Мы тебя потом искали. Собаки, милиция, мчс. на лавочке. Ой, да нам с погодой здесь так повезло. Так повезло. На лавочке уснула и все. Сколько здесь всяких дорожек, мостиков. Как будто это не отели, а я не знаю, что это такое. Как будто целый город просто. А деревья, посмотрите, какие шикарные. Этим деревьям чувствуется лет по 200, по 300. Вот такой пенечек романтический. Вы можете приехать сюда, например, с девушкой, ну, или с женой, или с бутылочкой шампанского, сделать заранее бутербродики с черной и красной икрой, с семушкой. как ты пошел с черной икрой? Ну, ладно, с красной икрой. Здесь есть пруд. Тут абсолютно случайно нашли-шли и нашли большой пруд, в котором водится рыба. Ну, по крайней мере, стояла табличка, что здесь рыба разводится. Вот такое есть мангаловое царство, да, как там сказать. Я так понимаю, наверное, какую-то денежку плачешь, берешь в прокат вот это вот мангаловое хозяйство с углем и так далее, и можно компания отпраздновать день рождения человек 20. мы там видели, молодежь так и делала вечером. А вот такие домики, это самый, как всегда, она как увидит поляну, увидит бугорок и исполняет свои детские мечтания. Бежать с бугра куда-нибудь. К речке, к речке, я всегда мечтала. Да, у нас тут речка, это есть тарус, у нас есть пруд с рыбой, у нас есть вот такие домики. Я так понимаю, что в этих домиках домик можно снять целиком, по всей видимости, наверное, половину этого дома и компания человек там 5, 7, 10 поселиться в таком домике. Цены... Ой, какие красивые рыбки здесь плавали. Это карпы. Японские карпы. Вот. Если есть японский карп, значит, должен быть и японский сад, я так понимаю, да? Да. Мы начали принюхиваться, подумали, а вдруг... А вот, кстати, тут сыр. Тут одна женщина очень приятная, сама выращивает сыр, вернее, делает сыр, ухаживает за козочками. А вот японский сад, правда, настоящий. Посмотрите, карпы привели нас, взяли нас за ручки и отвели нас в японский сад. Чувствуется, что здесь еще много-много работы впереди. Но главное, что видно, что люди, которые работают в этом отеле, люди с душой, люди желают украсить эту землю, сделать красиво. И хоть и земля у нас русская, а сад японский присутствует. Интересно, а есть ли в Японии русский сад? Даже вот любопытно, Ну, я думаю, есть, наверное, березки точно. Слушай, кстати, надо проверить, надо проверить. В интернете надо, да, посмотреть. Какая птичка. Да, чудесная. Я не договорился, что стоимость этих домов я не знаю, но вполне можно узнать в интернете. Все есть. Красивый, красивый сад. Ну, что, идем дальше. Мы нагулялись за день, вы видели, сколько мы успели посмотреть, поездили на моторных лодках, ходили, погуляли, и, конечно же, мы что, Алла? Проголодались. Проголодались, да. А в этом отеле прекрасная кухня. Можно покушать и утром, и днем, и вечером. И шведский стол. И вот, по нашему мнению, скажи, Алла, мне кажется, ну, ничуть не хуже, да, чем там в Турции, в Испании. В таких странах, которые славятся своими шведскими столами. Мы чуть не подавились, когда вдруг раздался грохот барабанов, и выскочили какие-то молодые ребята, и давай барабанить с барабаном. Честно говоря, мы даже не поняли, что произошло. Вот, но, по всей видимости, руководство отеля пыталось нас развеселить. Развеселить, да. И им это удалось, кстати говоря. А мы попили пивка, и после пивка уже и барабаны звучат, как скрипка. Вот, мы, ой, как молния сверкнула, видела, Алла? Да, да. Да, шел дождь, ливень, мы подошли к бассейну, заглянули в окно, вот он, бассейн. Завтра, дорогие наши зрители, завтра, не торопитесь, мы пойдем с утречка в бассейн, и мы вам покажем, как мы... Кота-карусель покажем. Кота-карусель, ну, кота-карусель обязательно. У нас даже была уже сухопутная кота-карусель, а уж в воде всегда кота-карусель у нас будет. Прекрасный вечер, замечательный отель. Ну что? Пошли спать. Алло, поспи. И вот рано утром мы вскочили дружной командой, рванули из нашего номера. Куда? Куда? В бассейн. Бассейн. Ну, Алла-кошка это просто маньячка бассейновая. Я вообще водяная маньячка, да? То есть, ты скорее всего водяная кошка. Да, она как увидит воду и все, все, все. Я только за ноги успеваю иногда схватить, чтобы это самое... Она уже булькается там в этой воде. Я тоже люблю очень купаться, но я, конечно, люблю море. Бассейны я не очень люблю, но Алла-кошка... Здесь было очень хорошо. Да нет, замечательно. Народа было мало, потому что рано утром мы первые сюда приехали. Мы всегда прибегали первые. Вот, иногда прямо придем, а вообще никого нет. Мы два раза сюда приходили. Хорошая чистенькая водичка. Ну, конечно, хочется. Бассейн 50 метров. А еще лучше бассейн 100 метров. Ну, еще лучше бассейн 200 метров с морской водой. Все хорошо. Замечательно, да. Там вот чуть дальше, если посмотрите вперед, там есть всякие сауны, три вида. Ну, сейчас мы туда придем еще. Ну, вот я ныряю. Алла забыла мне дать мои очки. Я чуть свои очки не потерял. Вот, мы построили, построились и строим, поплыли. А, вот Акваторусель, знаменитая Акваторусель, которая внесена в Книгу рекордов Гиннеса. И, по-моему, ЮНЕСКО, да, она уже занесена. Ты сейчас наговоришь. А что? Не, ну, надо быть, мечтать не вредно. мечтать не вредно. Надо ее срочно запатентовать, а то кто-то запатентует, потом нам предъявит, что мы тут чью-то, чужую, Которусель делаем. Но это лично наши, дорогие наши зрители, если что, подтвердите. Это мы, 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 мы изобрели Которусель. В общем, все замечательно, надо пойти погреться. Что там, это вот тут уже в воде. Я все рвался на улицу покупаться. Тут где-то, говорят, есть подземный ход, ныряешь и прямо из бассейна попадаешь на улицу. Но Алла кошка меня удержала, говорит, простынешь, а мне тебя потом лечить. Да, тут есть маленькая джакузька, ванна, да, есть с пузырчиками, да, есть такие водопадики небольшие. А вот мы в сауне, есть сауна финская, есть сауна турецкая на горячих камнях, а еще что, не помнишь? Соленая. А, соленая. Вот сейчас мы сидим как раз соленой. дышим солью, да, это стены все покрыты солью. То есть берете огурцы, помидоры, да, и спокойненько можете отдыхать. Вот тут рыбки, я долго на них смотрел, я подумал, что они не настоящие, они пластмассовые, они прям не ковыльят как не настоящие. Здесь есть такой фитнес-кафе, там всякие чаи, настои, травяные настои, ну, люди, которые часто ходят в бассейны, в отличие от меня, все знают, это кресло, на котором можно делать массаж. Не делать, а получать массаж. Да, мы же не массажисты. А это спортивный центр, гири, тягач, железяки и тому подобное. Я не большой в этом деле специалист, но я думаю, вы оцените, что все тут замечательно. Итак, отличный отель, замечательный подарок от наших детей, большое им спасибо, хорошее начало, раз в 12 в год мы готовы принимать такой подарок. Ура! Дорогие наши зрители, сегодня я вам хочу рассказать еще об одном месте, которое, по моему мнению, стоит вашего внимания, если вы отправляетесь в путешествие выходного дня в сторону Тарусы. Это местечко Дракена. Почему говорю местечко Дракена? Потому что там много чего. Это и село Дракена, это и замечательный отель, парк-отель Дракена, это большой аэродром, даже неправильно сказал, небольшой аэродром, аэродром маленький, но с большой историей. Он еще возник в те времена, когда Чкалов летал и делал свои подвиги. и он до сих пор работает, здесь обучаются спортсмены на маленьких самолетиках спортивных, здесь прыгают с парашютом, здесь учат желающих как правильно сказать, вождение у самолета, да? Ну, в общем, это замечательное место для отдыха для всей семьи. Вы сейчас увидите это почему. Во-первых, очень красивая территория, сосновый лес. Во-вторых, хороший отель, замечательный отель. А в-третьих, наверное, больше всего, за что мне нравится это место, это маленький такой, как правильно сказать, мини-зоопарк, наверное. Это место для общения с домашними животными ваших детей. Да, почему ваших детей? И вас тоже. Сейчас же многие городские жители уже не помнят, как кролики выглядят те же, да, и кто такой козел. Очень часто к этому животному с рогами подводят папы своих детей и показывают и многозначительно говорят, вот посмотри, сынок, или там посмотри, доченька. Вот козел, козел выглядит так, именно так выглядит, а не то, что там иногда в сердцах говорит твоя мама. дети кивают головой и говорят, папа, а теперь купи мне мороженое и я это запомню обязательно. Ну что, идем гулять дальше. Вот такие здесь есть избушки, большие такие дома для отдыха, то есть отель. И, наверное, лучшее, как это называется, есть какое-то английское слово, ну, в общем, вот такой городок, где можно передвигаться по деревьям, на канатах, на всевозможных канатных дорогах, такой спортивный комплекс для детей, да и для взрослых, если вы не везите, как я, 120 килограмм. Да я смотрел на этих ребятишек, на этих детей, я слюной весь изошелся, я думаю, господи, где мое детство, потому что мы в детстве делали что-то подобное, ну, конечно, в тысячу раз нелепее, неинтереснее, скучнее, но мы тоже какие-то натягивали веревки, изображались от тарзанов или каких-нибудь маугли, или еще что-нибудь, делали какие-то штабы на деревьях, но это было так здорово в мои времена, и сейчас, вы знаете, ведь в каждом взрослом, в каждом взрослом спит ребенок, спит тот ребенок, который был там, 30, 40, 50 лет назад, в каждом взрослом, это я сейчас даже обращаюсь не к взрослым, они-то это знают, обращаюсь к детям, чтобы вы понимали, что ваши папы, ваши дедушки, бабушки, они точно такие, как и вы, и они запрятали в себя далеко внутрь этих детей веселых, бесшабашных, хулиганистых, изображают из себя взрослых, просто потому, что полагается по паспорту, чтобы быть взрослым, надо воспитывать, надо быть серьезным, а мы такие же, мы точно такие же, мы любим хулиганить, мы до сих пор это любим, но как нам нужно своим личным примером показывать детям, какие мы умные, серьезные, но это на самом деле абсолютно не так, а я считаю, что зря мы взрослые прячем в себе вот это вот детство, потому что мы сами себя, так скажем, насилуем своей чертой характер, ведь ребенком быть это классно, в общем, это еще раз говорю, замечательное место для отдыха всей семьи, то есть не надо жить в этом отеле, это абсолютно свободный проход, вы можете просто приехать здесь и погулять, а вот памятник женщине, а вот самолетик, который летает и выполняет фигуры высшего пилотажа, я уже точно не знаю, как это называется, бочка или что, вот он самолет летал, летал, я с восторгом на него смотрел, пытался его снять, он с такой скоростью прилетал на головой, было очень его снять, и вдруг он резко раз зацепил за дерево и приземлился, е-мое, оказалось, что там пилоты совсем знакомые люди, я думаю, кто же там такой сумасшедший в самолете, ага, понятно, Алла Кошка, ну, а кто еще может быть? Итак, наши дорогие зрители, наше путешествие выходного дня на два дня в мае месяце в город Таруса, Поленова, Дракена завершился, завершился с одной стороны с легкой грустью, с другой стороны с радостью, что мы это совершили очередной раз, уже много-много раз мы здесь бываем в этих местах, я с радостью и с грустью завершаю свой фильм, с грустью, потому что это как небольшое такое расставание, а с радостью, потому что я рассказал вам, мои дорогие зрители, об этой красоте, может быть, кто-нибудь из вас, посмотрев этот фильм, как говорится, соберет в кавычках чемоданы, сядет в машину, сядет в автобус и отправится тоже путешествовать и наслаждаться красотами прекрасной нашей Родины, России, прекрасной земли, на которой вы живете, потому что в каждой стране, в каждой республике можно найти свои красивые места. Путешествуйте, мои дорогие зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова